Добрый день! В эфире Делового ТВ программа «Деловые люди». Сегодня наша программа посвящена финской архитектуре в Петербурге. Я рад приветствовать в нашей студии Ольгу Семенову Тяньшанскую, директора по маркетингу и продажам компании «Эльмиканин Рус» и Евгения Богданова, генерального директора финского проектного бюро «Румпо». Здравствуйте! Добрый день! Давайте начнем, собственно говоря, с общих вещей. Насколько я знаю, в Финляндии город берет на себя полностью инженерию, коммуникацию и дороги. Скажите, пожалуйста, а с какими проблемами вы сталкиваетесь в России? Знаете, как застройщик основную проблему, которую можно сразу определить, это дефицит участков. В Петербурге он ощущается уже не первый год. Застройщику любому, как российскому, так и финскому, сложно найти подходящий участок под застройку. Но так как комфорт-класс в нашем городе сформирован финскими компаниями, а комфорт-класс подразумевает хороший участок, чистый, в хорошей зоне зеленой и близко от метро, то круг еще более сужается. И это действительно представляет большую сложность найти участок, тем более, чтобы он был с дорогой, со всеми подключениями. Чаще всего это все делает застройщик сам, обеспечивает и подъезды, причем как для стройки, так и для уже дальнейшего жилищного объекта. Очень часто это разные дороги, которые согласовываются для строительных нужд и для уже готового жилого дома. Ну и, конечно, в части подключения электроэнергия, вода. Работа начинается сразу, когда объект проектируется и заканчивается только на этапе уже ввода в эксплуатацию. То есть это занимает два года, работа с монополистами. По меньшей мере, весь цикл пока идет проектирование строительства, компания работает с монополистами. Это действительно большой, но достаточно сложный блок. Я полностью поддерживаю Ольгу в этом отношении. Хочу только добавить, что наши партнеры, клиенты сталкиваются с тем, что, к сожалению, нет полностью прозрачных правил игры, в том числе и при приобретении участка. Если в Финляндии ты приобретаешь понятно что, у тебя на участке свисают провода и торчит труба с понятными лимитами, у нас мало того, что это нет. И это основные риски заказчика по подключению его участка к сетям. Кроме того, риск дополнительный заключается в том, что постоянно меняется законодательство, постоянно меняется городское, федеральное законодательство, которое, к сожалению, приводит к тому, что в процессе работы нам приходится полностью менять концепцию того, что мы проектируем и что у нас заказчик хотел построить. Такие случаи нередки. — А скажите, пожалуйста, в своей работе насколько часто вы обращаетесь к проектам, которые подготовлены непосредственно финскими архитекторами? Правда ли, что их практически нельзя применить в России? — Вы знаете, что их практически нельзя применить в России, я не соглашусь. Незамечательные проекты. Леменкянин, как финская компания, конечно, тяготеет к работе с финскими архитекторами. Я считаю это замечательно. Во-первых, это расширяет предложения на рынке, потому что наши люди очень много путешествуют в последние годы. И людям нравится то, что понимается под скандинавскими планировками. Обширные совмещенные кухни-гостиные, при этом небольшие спальни. Много таких разных моментов. И они действительно, эти проектные решения замечательно разрабатываются именно в нашем случае финскими архитекторами. Беда в другом, что зачастую не все может пройти согласующие органы. Дело в том, что у нас есть совершенно четко прописанное законодательство, на первую часть того, что понимается под однокомнатной квартирой, что есть квартира-студия. И иногда то, что на бумаге вы себе с проектировщиком мыслите, например, двухкомнатной квартирой, на деле, по факту прохождения экспертизы, окажется однокомнатной квартирой. Потому что в совмещенной кухне-гостиной наши органы видят кухню. И в результате это сказывается на цене. Потому что категория цены за метр в однокомнатной квартире, двухкомнатной разной. И застройщику принципиально важно по документам, как эта квартира называется, какой классности она. И таких, на самом деле, моментов, ну вот частности я упомянула, достаточно много. Например, у нас не могут жилые помещения ни в коем случае прилегать к мопам, например, к лифтовым холлам, к лестницам. Это тоже очень ограничивает нашу свободу. Но вот мы с Бюро РУМПу работаем, продолжаем работать по одному очень интересному проекту. На проспекте Ким это шестисекционный дом, комфорт-класс, очень высокого, причем комфорт-класса. И там как раз мы столкнулись с тем, что на бумаге, например, мы хотели, чтобы это была однокомнатная квартира с кухней-нишей. Но вот сейчас экспертные органы видят там кухню, прошу прощения, квартиру-студию. И требуется, конечно, затратить определенные усилия на то, чтобы это было признано полноценной однокомнатной квартирой. Потому что однокомнатная квартира-студия площадью 60 метров, клиент вас не поймет. Квартира-студия это 30 метров, например. Вот такого плана вещи. Но я еще хочу сказать, что, конечно, у фельдских архитекторов есть еще определенное видение архитектуры фасадов. То есть чистые белые стены, большое количество стекла. Это необычно для нашего региона. У нас очень долго строились панельные здания. Потом все, как бы, было и по сей день очень велико. Великие симпатии наших клиентов к кирпичному строительству. То есть это вот эти рыжая-желтая гамма. А финские дома, вот эти желтые, белые, серые, они очень эстетичные. И, конечно, их удачно проектирует финские бюро. Евгений. Я хочу сказать, что я очень рад тому, что на нашем рынке и локально в нашем городе и в общем в стране появляется все больше и больше западных архитекторов в нашем регионе. Это финские архитекторы, это можно только приветствовать, потому что это разнообразит предложения на рынке и повышает качество сервиса для заказчика. Потому что финские компании привносят с собой не только архитектуру, но и определенные методики работы, методики взаимодействия, обработки данных и прочее, что позволяет и сроки контролировать аккуратнее, и качество добиваться высокого. Я, опять же, соглашусь с Ольгой по тем сложностям, которые у нас есть с согласованиями. Я могу сказать следующее, что, конечно, основные проблемы для архитектора – это инсоляция. Не понимают люди этих требований и, к сожалению, люди, незнакомые, не имеющие опыта работы в России в рамках этих очень жестких ограничений, на самом деле, они в итоге не способны удовлетворить требования экспертизы, в частности, в вопросе инсоляции помещений. Огласите цифры, пожалуйста, какие по параметрам по инсоляции. У нас требуется, по законодательству требуется 2 часа прямого солнечного света в каждой комнате, каждой квартиры. Таких требований нигде нет, достаточно дневного света, чтобы он попадал в квартиру. То есть прямого солнечного света не требуют контролирующие органы нигде в мире. И, в принципе, в этом нет такого большого смысла и логики. Я много разных точек зрения слышал, от того, что там микроорганизмы какие-то помирают, еще что-то там, но на самом деле такое ощущение ослаблялось, что логики нет, собственно говоря, никакой относительно вот этого требования. Можно я добавлю в часть инсоляции, на самом деле, вот эти требования очень ограничили застройку в центре города. И много сложностей возникает у девелоперов. Например, купив участок на какой угодно центральной улице, они с большими сложностями могут проектировать там жилье, потому что там просто физически настолько тесная застройка, что никуда не проникает солнечный свет. В результате там можно построить только бизнес-центр, например. И в результате город теперь озабочен, что из центра уходит жизнь. Люди вынуждены уезжать и покупать квартиры в других местах, потому что там они доступны, а здесь просто нового жилья в центре, в том числе и по этой причине, очень мало. Но я принимала участие в нескольких дискуссиях, обсуждала, что необходимо вот именно норму в части инсоляции пересматривать. Это действительно не всегда обосновано в части солнечного света. Более того, на самом деле, не все его любят. У кого-то, например, предпочтение, что можно солнце не надо, мне жарко, или у меня там вообще аллергия на солнечный свет. В больших квартирах люди, конечно, могут из этого выкрутиться. Часть на северную сторону, часть на южную. Но однокомнатные квартиры, они в принципе могут быть обращены только на юг, получается. А вот скажите, пожалуйста, всегда, когда приезжаешь в Финляндию и смотришь на дома, как тут бросаются сразу два отличия. Во-первых, там очень много панельных домов, и там гораздо больше обеспеченность парковочными местами. Вот скажите, пожалуйста, о менталитете россиян в данном случае. Вот панели у нас все-таки не любят. Слушайте, знаете, что это больная тема. Но понимаете, что такое панель? Вам когда говорят автомобиль, вы же не представляете себе Жигули, 13-й модель? Вы себе представляете, уже что-то более современное и универсальное, хорошо сделанное. Панель, конечно, укоренилась как что-то очень некачественное, пропускающее шумы. В частой связи с тем, что велось это панельное строительство в 70-х годах, и действительно у нас, я не знаю, половина города, что-то около того, застроено этими домами, которые наладан дышат, и, конечно, подходит срок их службы. Панель в финском понимании замечательно. Я считаю, что это самое лучшее качество, которое вообще может быть. И финны, конечно, славясь своими строительными традициями, никогда бы не стали возводить панельные дома. Если там было хоть какое-то сомнение в том, что это практически безопасно, это легкие конструкции. Если их легкость не так критична для Финляндии, Финляндия стоит совсем в другом грунте, то для Петербурга, где идет усадка. У нас действительно очень мягкий грунт, и много с этим сложностей. Панель — это очень многие проблемы решают. Дом не тяжелый, он никуда не уходит, у вас ничего не движется, не перекашиваются дверные проемы. Панель идеально ровная. Она сделана на специальном производстве. Почему и предлагают финские застройщики квартиры с подготовкой по частовую отделку, или как мы в Лиминкяне называем ее белой отделкой, то, что сразу можно клеить обои или красить, это идеально ровно, потому что это сделано в производстве, так смонтировано на месте. Но действительно мы сталкиваемся с тем, что люди спрашивают о том, какой у вас конструктив, и слыша даже вот целосочетание панельно-монолитной, ну у них, понимаете, это просто очень усложняет работу. Иногда вам приходится большую образовательную программу людям докладывать. Но я думаю, что это преодолимо, потому что все-таки уже большое количество людей с того момента, как финские застройщики пришли сюда, уже успели в этих домах пожить. Многие из них покупают там второй раз и третий, и приводят своих знакомых и родственников, покупают там квартиры детям, потому что это неоспоримо, что панель это очень удобно. Спасибо. Евгений. Я хочу сказать, что основная проблема заключается в том, точнее говоря, даже не проблема, а ситуация наша, в которой мы находимся сегодня, заключается в том, что мы не знаем пока российской качественной панели. И я знаю о том, что сейчас многие компании, немногие, практически все, и в частности наш заказчик, Гленство и Трест, очень активно развивают свое производство для того, чтобы предложить городу совершенно принципиально новый по качеству продукт. Я знаю одну очень замечательную историю, как наш заказчик, проезжая постоянно каждый день мимо клиники Святослава Федорова, которая также построена из панели, и выглядит просто прекрасно. Да, по сравнению с тем, что стоят рядом наши вот эти советские облупленные все панели. Он потребовал от нас, как от проектировщика, предложить ему проект именно в панели, именно такого качества. На сегодняшний день у нас есть финский производитель железобетонных конструкций, компания Бицет, то есть лед тронулся. И я уверен, что с точки зрения экономики, с точки зрения эстетики, быстроты и заводского качества, при наличии предложения на рынке спрос будет также восстановлен, с точки зрения покупателя квартиры, с точки зрения застройщика на эту технологию. А я можно добавлю, вы правильно сказали, Евгений, по поводу скорости строительства. Иногда, когда начинает строиться дом, мы выходим в продажу, и клиенты, конечно, задают вопрос, когда дом будет готов, и мы проговорим. 12 этажей, 12 этажей через год, и в это не верится. Но действительно, настолько быстро монтируются эти дома, неделя этаж. Вот могу вам сказать, у нас по опыту Леменкенена. Пока вы это не увидите, действительно выставляются так называемые столы, как строители их называют, столбы, монтируются панели, укладываются перекрытия. Это занимает неделю. И таким образом вы можете возвести очень большой комплекс, ну, относительно большой, за один год. Вы знаете, у меня в завершении нашей программы есть два несколько провокационных вопроса. Скажите, пожалуйста, а не возникало никогда в компаниях мнения взять и уйти из России? Просто вот вы знаете, читаешь средства массовой информации, а у Ринка Маткат, у нас туристическая компания финская, хотела занять половину рынка, в итоге практически уходит. Но вот не так давно проходили данные о Стокман и их письме в администрацию Петербурга. В ваших компаниях никогда такого не было? Знаете, в моей компании это никогда не было, потому что Россия — это растущий рынок, растущий огромными темпами по сравнению с европейским. В целом, европейским рынком, финским, немецким. Вы же не будете пилицук, на котором сидите. Здесь действительно зарабатываются деньги. Очень немалая доля доходов концерна Леменкян приходится на Россию, и концерн наращивает здесь свое присутствие. Есть определенные сложности, связанные просто с ведением бизнеса в России в конкретной отрасли. Я не знаю, с чем столкнулись Стокмана у Ринка Маткат, они на совершенно иных рынках. Но в части строительства, я должна сказать, в целом у нас сейчас вполне цивилизованное законодательство. Ну да, бюрократизировано, конечно, сложно пройти согласование. Но, понимаете, вот это как бы от того, какая была сумятица и беспорядок в 90-х годах, мы сделали шаг в такую очень серьезную централизацию. Теперь уж все четко, мыши не проползают. Каждая бумажка со всеми штампами, следующие инстанции ничего не берут без согласования предыдущих. Ну, как бы это некий вот следующий шаг. Наверное, тоже должно ослабнуть рано или поздно, но это не может продолжаться вечно. Но даже все это имеет смысл, конечно, проходить, просто потому что в результате это прибыльный бизнес. Понимаете, в нашей стране, и в частности в Петербурге, очень низкая обеспеченность жильем. Оно составляет редко 23,5 квадратных метров на человека. Ну, это питерская цифра. Это уровень Финляндии 1972 года. Сейчас в Финляндии, по-моему, 40 метров, да, у них. В Норвегии 70 метров, в Польше, по-моему, сейчас 30. И наше правительство, еще даже президенты и премьеры говорили о том, что к 2020 году вот амбициозная цель обеспечить по России 30 квадратных метров. Но это было до кризиса. Кризис отыгрался критическим образом, конечно, на строительной отрасли. Поэтому я думаю, что в любом случае, пока мы не достигнем вот этой более-менее цивилизованной обеспеченности жильем, рынок будет расти, потому что людям просто сейчас негде жить. У нас в Петербурге около 22% это жилье старое, ветхое. Из него, по-моему, около 8% это можно признавать аварийным. Прибавьте к этому всех тех, кто живут в коммунальных квартирах. Даже если они хорошо отремонтированы, это не решает проблемы обеспеченности жильем. Ну и потом люди непрерывно рождаются, женятся. Как бы это тоже никуда не уходит. И все это цифры ухудшают. Я хотел бы добавить к тезису о том, что действительно рынок быстро растет, рынок ненасыщен. Следующее, что не надо приходить ни на какой другой рынок с какими-то своими стандартами, правилами и прочим. Надо учиться работать здесь, объединяя тот опыт, который есть у тех иностранных партнеров, которые есть и у нас, и у Минкянина, с тем, что принято здесь, с нашим менталитетом, с нашим порядком и, скажем так, документа, оборота и прочего. То есть не нужно этого бояться, нужно уметь с этим работать, нужно хотеть с этим работать для того, чтобы достигнуть какой-то цели. Достигнуть ее можно только совместно. Я уверен, что и моя компания, и компания Лиминкянин стремятся к тому, чтобы вот это взаимодействие максимально эффективно выстроить, привносить и новый опыт в наше строительство. И, тем не менее, соответствует менталитету нашему, скажем так, профессиональному и с точки зрения покупателя квартиры. Те, кто научится это делать, будут успешны, безусловно, потому что рынок требует нового стандарта. Рынок требует нового стандарта качества жилья, рынок требует нового стандарта качества проектирования. Это неоспоримо, и это нужно стараться предложить рынку. Вы знаете, вы как-то так затронули под конец нашей передачи российский менталитет. Скажите честно, вы с коррупционной составляющей в России часто встречаетесь? Вы знаете, у нас был скандал с Икеей, когда российские менеджеры в итоге покинули компанию по обвинению в том, что они участвовали в коррупционных схемах. На ваш взгляд, коррупционная составляющая в России, сильно ли она тормозит развитие компании? Вы знаете, все просто об этом говорят. Мне сложно сказать, у нас все финские менеджеры, поэтому и генеральный директор, и половина директоров финских, это просто не обсуждается, это со всей серьезностью не обсуждается. И я считаю, что это правильно. Потому что что тогда говорить о том, что вы, что ах, как плохо, какая коррупционная страна, и при этом вы сами в этом участвуете, ну, как бы тогда не надо об этом говорить. Понимаете, в строительстве, мне кажется, что улучшается сейчас ситуация, потому что все достаточно прозрачно. Есть внятные сроки, которые каждая инстанция может по законодательству рассматривать документы. Если есть какие-то объективные проблемы с проектом, вам возвращают на доработку, но это внятный какой-то, внятный перечень. Понимаете, такого, что просто необоснованно там держали, ваши документы не согласовывали, и кто-то при этом на что-то рассчитывал. Я не слышала об этом. Если говорить о проектном бизнесе, я, честно говоря, вообще таких вот много коррупционных схем в этом бизнесе не знаю. Наверное, это только преднамеренно заложенные какие-то... Ему же согласовывать приходится, поэтому там больше... Какие-то преднамеренно заложенные не самые эффективные решения за комиссионное вознаграждение. Наверное, единственное, что я могу представить, я вам могу сказать, что все решается в нашем случае достаточно просто, это максимальная открытость. У нас коммерческий заказчик, это коммерческая компания, которая считает свои деньги. Это частные инвесторы, финские, не финские, уже не имеет значения никакого. И мы стремимся к максимальной открытости, потому что любой заказчик при желании вот эти коррупционные схемы на раз-два раскроет, соответственно. То есть у нас такого болотца в взаимоотношениях нет, как в взаимоотношениях с государством. Поэтому для нас это менее актуально, но тем не менее, все равно я за максимальную открытость во взаимоотношениях с заказчиком. Поэтому я, кстати, считаю, что через 2-3 года такой услуги, как генпроектирование, уже гегемония будет разрушена. И мы будем предлагать заказчику совершенно другую услугу, которой пользуется весь мир. Это управление проектированием, когда заказчик вместе с проектировщиком контролирует все абсолютно процессы в ходу проектирования, абсолютно всех подрядчиков. Нет никакой черной коробочки, и мы в этом заинтересованы в первую очередь. Ну что ж, на такой позитивной ноте мы подошли к концу нашей программы. Сегодня в студии Делового ТВ была Ольга Семенова-Тяньшанская, директор по маркетингу и продажам компании «Лемиканин Рус», и Евгений Богданов, генеральный директор финского проектного бюро «Румпу». Спасибо за то, что были в студии Делового ТВ. Спасибо, Алексей. Спасибо.